всем привет мы во владе кавказе пошли погулять с янкой жарко вообще душно невозможно влажность мы хотим пойти на главную улицу сейчас туда дойдем где-то полчаса минут сорок нам идти мы идем по набережной терека сейчас мы идем на эту улицу на которую я говорил потом на обратном пути там кафешка прям на берегу хотим в кафешке в этой посетить ну что наконец-то мы пришли на улицу мира здесь по современнее по любому трамвайные пути ширина много чем у нас тут свой стандарт 1810 года головной убор мы как всегда ленин по классике в каждом городе на каждом населенном пункте ленин пенсионеры сидят отдыхают март со слом март со слом короче приятный очень городок нам с янкой понравилось когда-нибудь обязательно сюда еще приедем ну что мы прошли улицу эту главную проспект точнее и вот вышли на площадь на такой он там горы дворец правосудия янка идет какое-то серьезное здание висит ласовский триколор и осетинский флаг интересное такое здание угол тут уже стиль питера какой-то пошел да что-то похоже она на ленинградские дома старые архитектура так это художественный музей имени махарбека туганова не знаю как это прочитать ну похоже на воина на какого-то а это был гаков михаил с кошкой сейчас янка идем по тереку по набережной и думаем какие же мы авантюристы да мы сейчас подумали посчитали что мы от дома уехали за 2700 километров сейчас мы находимся от дома 2700 километров и мы без бабла это ж надо быть такими отморозками вообще я не знаю читайте ребята владикавказ столица республики северная осетия алания один из красивейших городов северного кавказа раскинувшись на северных склонах центрального кавказа у подножия скалистых массивов и снежных гор на берегах бурного терека владикавказ является не только одним из стратегических важных городов северного кавказского федерального округа но и интеллектуально культурным центром северного кавказа владикавказ основан 6 мая 1784 года в царствовании императрицы екатерины второй на как русский фурпост близ осетинского селения взял джикау на правом берегу реки Терек при входе в ущелье кавказских гор возникновение крепости связано с развитием русско-осетинских отношений с добровольным присоединением осетинского общества к России проект крепости был разработан в 1803 году шефом казанского мушкетерского полка генерал-майором Мейером и доработан инженером генерал-майором Пелькерзамовым к 1826 году в крепости уже было несколько бастионов появились правительственные здания, школа, скверы и площади население постепенно увеличивалось, развивалась торговля, появлялись новые дома во второй половине 19 века 1861 год крепость Владикавказ стала полноценным городом граф Павел Сергеевич Потемкин, известный русский деятель дал название основанному оборонному пункту Владикавказ дословно владей кавказом но существовало и осетинское название крепости Цауджикау, что в переводе означало поселение Цауга осетин Цауг Булугов еще до появления Владикавказа основал неподалеку село крепость обеспечивала сообщение с Закавказьем по военно-грузинской дороге и была важнейшим звеном в системе пограничных укреплений Кавказской линии в 1860 году крепость стала городом Владикавказ который с самого начала формировался как интернациональный город о чем свидетельствует наличие таких культовых сооружений как русские церкви и соборы, осетинская, армянская и греческая церкви, немецкая кирха, еврейские синагоги римско-католический костел, сунницкая и швитская мечеть являющиеся украшением города и памятниками архитектуры и сегодня город говорит на языках более чем 100 национальностей начало 20 века знаменательно для Владикавказа появлением архитектурных строений в стиле модерн в крупном промышленном и культурном центре шло интенсивное строительство причем определяющим структуру города являлась великолепная панорама Кавказских гор зоной исторического центра города Владикавказ является наиболее старой его часть около 250 зданий и сооружений расположенных в центре города являются памятниками истории и архитектуры из них 13 памятников федерального значения с Владикавказом связано жизнь и творчество великого осетинского поэта художника и общественного деятельного Коста Хитагурова окружающая природа, величие Кавказских гор пленили своей красотой виднейших представителей русской культуры Владикавказ неоднократно встречал Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Толстого, Островского здесь родился и учился Вахтанга жили и работали булгаков, пергольц, серафимович в настоящее время Владикавказ красивый многонациональный город с населением более 300 тысяч человек который имеет свою особую культуру и богатую историю Вахтанга 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 Во Вахтанга 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 Девочка-пай 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 Девочка-пай